О главных новостях уходящего понедельника прямо сейчас в программе День с толком. В студии Мария Мацаева. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Вода продолжает уносить жизни. За неделю в крае утонули семь человек. Среди них есть дети. Из-за чего случилась трагедия. Партию новых автобусов закупят в города региона. Когда их ждать на линии? Барнаульцев напугал комар необычного цвета. Так ли страшен гость, как его молюют? За минувшую жаркую неделю в Алтайском крае утонули семь человек. Двое из них несовершеннолетние. Все инциденты произошли в местах, не предназначенных для купания. Только за выходные утонули трое человек. В субботу молодой мужчина, купавшийся на центральном пляже Барнаула, по словам очевидцев, заплыл за разрешенные границы и вскоре, как заметили свидетели, его затянуло в воронку. Другой несчастный случай произошел уже на Чумыше в селе Тольменко. Там под воду ушли два мальчика 10 и 11 лет из села Наумова. Барнаул-22 со ссылкой на правоохранителей утверждает, что один из утонувших тот самый мальчик, который выжил в аварии на ЖД-переезде в Тольменском районе в 2021 году. Напомним, за рулем автомобиля тогда находилась учительница, которая уже отбывает срок в колонии. Женщина решила подвезти школьников домой. В дороге она отвлеклась, что привело к столкновению с поездом. В трагедии погибли трое ребятишек. Выжил только один ребенок. Добавим, по данным МЧС, в общей сложности по всей России с начала лета утонули 1112 человек. 179 из них – дети. Статистика говорит о том, что ежедневно на водоемах тонут 3-4 ребенка. И к другим темам. В эти выходные на Алтайский край обрушился ураган. Очевидцы боялись за свое здоровье и даже жизнь. Есть пострадавшие. Сегодня в регионе продолжают устранять последствия разгула стихии. Моя коллега Анастасия Дороган расскажет подробнее. Этот вечер точно не был томным. Туристы Ярового попивали коктейли под огромным шатром, как вдруг налетевший ветер срывает купол и ломает конструкцию. По словам очевидцев, стихия развернулась в считанные минуты. Шатер сдуло прямо на отдыхающих. Есть пострадавшие. Один из мужчин травмировал голову, а подросток сломал руку. Соседний Славгород тоже испытал на себе стихию. Ветер поднимал воздух, песок и испытывал на прочность деревья и кустарники. А в Камнинооби, также расположенном в степной зоне, чудом все остались в живых. С добрым утром. Просто как прошла ваша дочка. Это трэш. Это трэш. Это же место с другого ракурса. Теперь понятно, что это чья-то крыша. Столб, на который замотался профлист, доказал свою надежность. Возможно, лис прилетел вот с этого здания. В комплексе разворотило кровлю. Долетела стихия до Барнаула. На щите одного из торговых центров вот-вот отвалится буква. Так что внимательно ходите около моста на новом рынке. Бешеный ветер проверял на прочности краевую столицу. В ночь в субботу на воскресенье сносило с ног. Выдерживали не все. На Ленина у дворца бракосочетаний свалилась ветка. На песчаной перегорожен тротуар. К обеду понедельника здесь все еще видны следы стихии. На зеленых зонах разбросаны ветки. Маленькие, побольшие, взъерошены листья. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул в своем телеграм-канале, что следы урагана есть во многих муниципалитетах. И сообщил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. В Алтайском крае закупят 65 автобусов на 800 миллионов рублей. Такая крупная закупка станет возможной за счет специального казначейского кредита. Такие кредиты выдаются на длительный срок – до 15 лет и под низкую ставку – 3%. Автобусы приобретут разного размера в зависимости от потребностей того или иного муниципалитета. В Барнауле появится 41 автобус вместимостью до 100 человек. В Камни-на-Аби и в Горняке – 5 автобусов на 30-50 человек. Также автобусы достанутся Олейску, Славгороду и Змеиногорску. Планируется, что новые машины выйдут на линию уже в следующем году. В эти выходные в Заринске отметили сразу два праздника – День города и День металлурга. Поздравить горожан и профессионалов своего дела приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В этом году населенный пункт празднует 44 года. И уже как 5 лет ему присвоен статус «Город опережающего развития». Поэтому и программа празднования современная. Народные песни, пляски, активности для жителей и, конечно, показательные выступления. Однако ничего этого могло и не быть, если бы не тяжелая промышленность. Ведь Заринск образовался как раз благодаря появлению крупнейшего металлургического предприятия в регионе. Оно специализируется на производстве химической продукции разного спектра. И город, и завод живут общими целями, решают общие задачи вместе, созидают и развивают и производство, и город. И, конечно, приятно отмечать несомненные успехи в деле этого развития за последние годы. Строятся новые дороги, развивается инфраструктура, в том числе социальная. Новый стадион построят в Белокурихе при поддержке местных санаториев. Руководство оздоровительных учреждений выразило готовность активно содействовать возведению спортивного объекта. По их мнению, город-курорт в нем очень нуждается. Передаю слово нашему корреспонденту Елене Макаренко. Вот две площадки. Здесь вот площадка для воркаута. Здесь мини-футбольная. Вот это для проведения мероприятий. Вот это будет 100-метровая дорожка, наверное. Да, вот 100-метровая. То есть два входа, безопасно. Да, да. Трибуны все здесь помещаются. Да, и трибуна помещается. Пока новый стадион только на бумаге. Но в скором будущем, убеждены участники выездного совещания, он обретет реальные черты. На его строительство больше 30 миллионов рублей выделяет край, еще восемь, муниципалитет. Но часть этой суммы готовы вложить местные инвесторы, руководство санаториев. Буквально два дня назад был случай, что человек ехал устраиваться на работу, приезжает. О, здесь стадион есть. Понимаете, значит, здесь есть будущее, здесь есть, где детям заниматься. Это очень большое дело. Подспорье для города. Новый стадион будет отвечать всем современным стандартам, уверены инвесторы. Такой объект давно ждут жители города. Люди радуются, что спортивная площадка сохранит свое основное назначение. В разные годы здесь хотели построить то кинотеатр, то торговый центр, но выбран курс на здоровый образ жизни. Не получится так, что придет еще пару лет, скажем, думаешь, площадка не нужна или стадион не нужна? Не получится. Наоборот, да? Это абсолютно правильное решение, которое... Это верное решение. Да, все-таки, предусмотрев место для проведения массовых мероприятий, то будет такой комплексный подход, который, я думаю, у жителей города вызовет только положительную эмоцию. Добавим, что строительство стадиона начнется уже в следующем году. Елена Макаренко, День с толком. Новые методы борьбы с нарушителями будут использовать на дорогах Алтайского края. Три автоматические камеры установили в легковых авто Алтай-Автодора. Работают они на краевых и федеральных трассах региона по определенному маршруту. Посмотреть его можно на сайте учреждения. Спецустановки делают автоматическое измерение скорости транспорта в движении. Фиксируют выезд на встречную полосу, езду по обочине и нарушение запрета на движение большегруза. А также могут распознавать и номерные знаки, которые находятся в розыске. Отметим, что за прошедшие полгода ГИБДД зафиксировало более 43 тысяч нарушений. На одной из краевых трасс зарегистрировали скорость авто в 205 километров в час. И к другим темам. Барнаульцев напугали черно-желтые насекомые, похожие на комаров. В соцсетях люди делятся фото, на которых смогли запечатлеть неизвестных букашек. В условиях и без того комариного лета такие пришельцы вызывают лишь больше вопросов. Кто они, откуда прилетели и хотят ли нашей крови? Сейчас узнаем. Желтобрюхи, двукрылые и темноусы. Такого незнакомца встретил житель Барнаула. По словам антомологов, это и впрямь разновидность комаров. Причем древнейшая, рода с цероид или листовые комарики. Но в отличие от своих кровожадных сородичей, человеком они не интересуются. Хоботки у взрослых особей с цероид недоразвиты. Они ничем не питаются, а потому живут не более двух недель. А вот их личинки весьма прожорливы. Едят разложение и участвуют в перегное почвы. В природе они очень полезны. Если их много, следовательно, будет очень активный перегной листовой. Они участвуют в переработке. В теплицах помогают улучшать почву. Вот взрослые, безобидные. Функция спаривания, оплодотворения, отложить яйца. Все. Встречаются они во влажных и теплых местах по всему миру. О желтобрюхих цар, говорят эксперты, много в соседней республике Алтай. В Барнаул их могло занести недавними ураганами и колебаниями температур. Но неизменными спутниками по-прежнему остаются обычные комары-домошки. Как сообщают в региональном Роспотребнадзоре, в июле их численность в крае выросла вдвое. Там же подчеркнули, что это циклический процесс, который на Алтае регистрируется в среднем раз в 3-5 лет. Похожая ситуация и в других регионах. Он весь по коцам подошел к нам. Он весь просто в шишках там. В Красноярском крае засняли жутковатые кадры окровавленного мужчины. По словам человека за кадром, мужчину искусала в тундре мошка. Тот, якобы в нетрезвом виде, уснул на свежем воздухе и просто не чувствовал укусов. Дальнейшая судьба героя видео неизвестна. А вот как справляются с комариной атакой барнаульцы, особенно лесники, дачники и садоводы. А без комара как же? Своя прелесть в жизни. Когда комару кусит, спать не надо, дремать. Человек не будет, бодрый будет. Это же как иглу калывания. Ну это же сад, это же любовь. А когда любовь не воспринимаешь комфортно, неконфортно. Да, комфорта нет, но это все от души делается. Легко, изящно, изысканно. Да, не заедают. Особенно я живу в Барнаулке, там невыносимо выйти. Ну не стали нигде травить вообще. Съедать в прошлом году меньше было комаров, а нынче сильно много, чересчур даже много. И такое иглоукалывание придется еще потерпеть. Развитие у насекомых идет порядка месяца, поэтому наплыв может прекратиться лишь к концу июля или началу августа. А если в крае сохранятся высокая влажность и жара, то загостятся комары еще долго. Но вся надежда остается на голодных стрекоз. Их, к слову, в крае уже замечают. Мария Мацелов, Слав Ковалев. День с толком. Жители Барнаула также испугались нашествия ластей и змей. Так, целому району Барнаула довелось следить за похождениями потерянного Сахатова. Нифига он такой. Как бы слышь, не ломанулся через дорогу, да? Жители выкладывали видео бегающего лося по улице Северо-Власихинская. Животное металось в испуге и чуть не попало под машину. Недалеко от района находится ленточный бор. Вероятно, Сахат избежал оттуда. Что могло напугать копытного, неизвестно. В Минприроды сообщили, что проводили заплутавшего в его среду обитания. Лось! Девушка, лось бежит! Я знаю! Еще одну потеряшку заметили прямо в центре Барнаула у нулевого километра. Прогулка этого зверя тоже завершилась благополучно. А вот жители ВРЗ встретились, как они считают, с гадюкой. Змея шипела и кидалась под ноги. По словам местных, такие змеиные вылазки они видят впервые. В Министерстве природы напомнили, если в черте города вам встретился необычный зверь, необходимо обратиться в ведомство для отлова. Телефон вы видите на своих экранах. И к другим темам. Жители края предупредили о критическом уровне ультрафиолета. Так называемое опасное солнце в ближайшие дни, помимо нашего края, будет светить жителям Астраханской, Омской области и Дагестана. Об этом сообщает руководитель гидроминцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что по шкале ультрафиолетового индекса уровень солнца будет высоким – 7-8 единиц при предельных показателях до 12. А это значит, что проводить время на солнце, особенно в полдень, небезопасно для здоровья. Специалисты советуют оставаться в тени, носить головные уборы и одежду с длинными рукавами, а также пользоваться солнцезащитным кремом. Продолжение следует...